Субтитры создавал DimaTorzok 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 Но ни одна из них пока не доказана Нам болбочут про космические события Миллионы и миллиарды лет назад Чего мы проверить ну никак не в состоянии Поэтому господа ученые могут смело врать что угодно Главное непонятных слов и формул намешать побольше Чтобы плебс думал Ну какие же они умные По сути ни одна официальная научная теория происхождения Луны Не отличается от истории в сборнике сказки народов мира Версия о том что Луна это плоская круглая рыба Выпрыгнувшая из воды Или что Луна это фонарик для ночных путешественников Заботливо зажженный лесным духом По убедительности ничуть не хуже чем научная теория О прилете Луны из глубин космоса Только одни версии печатаются в сборниках сказок А другие в научных статьях Преобладающая теория которая объясняет столь невероятное совпадение В движении Луны следующая Когда-то давным-давно в далекой-далекой галактике Ой нет в Солнечной системе Луна крутилась вокруг Земли с большой скоростью Но гравитационные силы Земли замедлили это вращение И повернули Луну одной стороной к Земле Поэтому два периода вращения Луны Как по орбите так и вокруг своей оси совпадают И в этом нет ничего удивительного Это действие гравитационных сил Вот такое научное объяснение Если бы в космическом пространстве вокруг нас была бы только Луна Такое объяснение можно было бы принять на веру Но Как нам говорит все та же официальная наука Земля находится в системе И вращается вокруг звезды Солнца Та же самая наука говорит Что возраст Земли около 5 миллиардов лет Тогда уважаемые господа ученые Объясните пожалуйста Почему гравитационные силы Земли За миллиард лет смогли затормозить Луну И повернуть ее к планете только одной стороной Но гравитационные силы Солнца Которые в несколько раз больше Не смогли то же самое проделать с Землей Гравитация это же физический закон Ему все равно что куда притягивать Хоть планету Хоть бутерброд с маслом Если с Луной произошло торможение И полное совпадение двух разных периодов вращения По орбите и вокруг своей оси То с Землей то должно было произойти то же самое И Земля должна была быть повернута к Солнцу Только одной стороной В одном полушарии был бы постоянный день А в другом вечная ночь Но этого не происходит Земля то все таки вертится Причем с хорошей скоростью 365 оборотов вокруг своей оси За один круг по орбите Ближе к Солнцу чем Земля Находится Венера Она делает оборот по орбите За 224 земных дня Сутки на Венере Длятся 243 земных дня То есть венерианские сутки Даже длиннее чем ее год На 19 дней Но Венера находится ближе к Солнцу чем Земля И почему гравитационные силы Солнца Не уравняют суточное вращение Венеры С ее орбитальным периодом Еще ближе к Солнцу расположен Меркурий Меркурианский год длится всего 88 земных суток То есть за это время Меркурий делает один круг по орбите Вокруг Солнца Оборот же вокруг своей оси Меркурий совершает за 58 земных дней Меркурий расположен близко к Солнцу И он весьма невелик Гораздо меньше Земли Наука говорит нам что средний радиус Земли 6730 километров Средний радиус Меркурия 2440 километров Средний радиус Луны 1740 километров То есть по своему размеру Меркурий больше похож на Луну Нежели чем на Землю Даже спутники Юпитера И то имеют более внушительные размеры Из-за планеты не считаются Однако Гравитационные силы Огромного Солнца Не смогли сделать с маленьким Легким И близко расположенным Меркурием То, что сделали гравитационные силы Земли С Луной Почему гравитация Солнца Не смогла уравнять Период орбитального оборота С оборотом вокруг оси Земли, Венеры и Меркурия Хотя совпадение периодов вращения по орбите И вращения вокруг собственной оси Имеется не только у Луны Таким же свойством обладают спутники Марса Фобоса Деймос Спутник Нептуна Тритон И некоторые спутники Юпитера, Сатурна и Урана То есть синхронная орбита Луны Не единственный случай в Солнечной системе Но тогда возникает вопрос Почему часть спутников всегда повернута к своим планетам только одной стороной А другие крутятся с различными периодами вокруг своей оси И почему такое происходит только со спутниками планет А не с самими планетами по отношению к Солнцу Существует много различных теорий Что у этих спутников смещен центр тяжести Что они прилетели из космоса под определенным углом и скоростью И протяжение планеты их таким образом захватило И что приливное воздействие их так разворачивает И еще туруруруруруруру Но ни одна из этих теорий полностью стопроцентно не доказана Это лишь предположения, которые базируются на той научной основе Которая принята в нашем обществе А у каких-нибудь племен Маури совсем другие научные представления И другая картина мира Они скажут, что Бог взял, да и подвесил Луну Чтобы ночью было лучше видно Какое есть еще доказательство искусственности Луны? Как ни странно, это ее размер По официальным научным данным Луна имеет средний диаметр в 3474 километра Округлеем до 3500 километров Расстояние от Луны до Земли равно 384440 километров По тем же официальным данным Диаметр Солнца 1392 тысячи километров Расстояние от Земли до Солнца 150 миллионов километров То есть мы имеем в космосе Относительно маленькую Луну Которая к нам находится близко И огромное Солнце, которое находится от нас очень далеко По соотношению диаметров Солнце в 400 раз больше, чем Луна Но мы видим Солнце и Луну одинаковыми по размеру То есть размер Солнечного круга для наблюдателя Земли Равен размеру лунного диска Это давно замерено Есть даже специальная величина для астрономов Называется угловой размер Это угол между прямыми линиями Проведенными из вашего глаза К краям наблюдаемого объекта Измеряются в градусах и их долях Минутах и секундах Так как планеты движутся не по круговым А по эллиптическим орбитам То они чуть отдаляются и чуть приближаются к нам И видимый размер немножко меняется Поэтому есть понятие наибольшего видимого углового диаметра И наименьшего А также высчитано среднее значение Так вот Средний угловой размер Луны составляет 31 минуту 5 секунд Еще раз скажу для двоечников Что это не время, а градусная мера угла То есть угловой диаметр Луны составляет половину градуса Средний угловой диаметр Солнца 31 минута 59 секунд Повторим эти цифры Луна имеет угловой диаметр в 31 минуту 5 секунд А Солнце имеет угловой диаметр в 31 минуту 59 секунд То есть угловые и видимые размеры Солнца и Луны Для нас одинаковы Именно благодаря такому удивительному совпадению Мы можем наблюдать солнечную корону Во время солнечного затмения Луна полностью перекрывает диск Солнца И получается как бы обрамленной солнечной короной Официальная наука игриво улыбаясь Объясняет это забавным совпадением Казусом Вот оно интересно как видите ли получилось Но почему так произошло? Каким случайным образом маленькая Луна оказалась именно на нужном расстоянии Чтобы зрительно равняться Солнцу? Не иначе как опять игра гравитационных сил Которые таким образом развлекаются Оказывается положение Луны обеспечивает наилучшую гравитационную стабильность Это лишь одна из официальных теорий Вот я возьму болт и возьму гайку Как видите диаметр болта идеально подходит к отверстию гайки Но это случайное совпадение Игра слепых сил природы Понимаете так получилось потому что Экспоненциальное поле болта Распространяющийся вдоль его оси Вызвало субатомные колебания Молекулярной решетки центрального вещества гайки Что привело к дезинтеграции поверхностных флуктуаций И образовало сходное по диаметру отверстие Но миллион лет назад было не так Отверстие не существовало Видите какой вот болт и гайка Какие они ржавые Сколько лет прошло Миллионы Хотя не наверное лучше Про миллион то я загнул Ну тысячи да Вот тысячи лет назад Отверстие не существовало Вот Но потом при постоянном диффузионном взаимодействии И дельты коэффициентов Оно образовалось Вот я вам научно объяснил Естественное происхождение дырки в гайке И почему она по диаметру равна болту Что там еще и резьба да Совпадающая Вот елки Ну ладно надо сказать этим чебурашкам из университета Где-то они какое-нибудь объяснение придумают Что еще головка у болта шестигранная Ты смотри точно И у гайки тоже шестигранная Говорите под гаечный ключ подходит Так это же просто совпадение Игра слепых сил природы Это случайность Болт и гайка имеют естественное происхождение Видите какие вот они ржавые Они образовались миллионы лет назад Так что наука все научно объяснила И все научно доказала Она точно знает что было миллионы и миллиарды лет назад Причем проверить это у нас нет никакой возможности Выводы Первое Луна всегда повернута одной стороной к Земле Так как период ее обращения по орбите Удивительным образом точно совпадает С периодом вращения вокруг своей оси Второе Для землян Луна имеет точно такие же видимые размеры Как и Солнце Причем совпадение угловых диаметров Опять очень точное То есть Луна имеет два удивительнейших совпадения Немноговато ли случайностей Для одного небесного тела